Они не успели нас записать, мы стояли 3 часа в очереди. Это не мы опоздали, но по 2 часа, по 2,5 часа. Это же не мы опоздали, это вы опоздали зарегистрировать. Да ничего, это не мы опоздали. Даже не объявляли. Вы включите камеру, посмотрите сколько там человек. Пошлите, проверим камеры ваши. Девушка, самолет улетел. Наш самолет отца улетел. Посадите на старее. А кто? А что делать? Кто это человек? Десять часов ходит. Десять часов ходит. Только человек опоздать не могло, которые стояли в очереди. Так как выстрелы уже, как нас не регистрировали? Я стоял у 13 окна, самое первое. Она сказала, ждите, я сначала зарегистрирую Москву, только потом вас. Потом я подошел, она сказала, ваше время кончилось. Четыре рейса регистрировали. Я вот здесь стоял, мы можем подойти к сотрудничеству. Что нам делать? Мы же за деньги это все купили. Это как вешает никому, который пропускали. У нас тоже не зарегистрировали, а багаж. Багаж у нас, да. У меня нет багажа. У меня ручная кладь. Меня не пускали на регистрацию. Меня не пускали на регистрацию. Мне сказали только Москва, только Стоярск. Мы же не можем все врать. Столько человек не посадили на рейс. Просто. И они прибывают и прибывают просто потому, что авиакомпания... Аэропорт уже 10 минут прошло, сказали, что через 10 минут придет. ...с регистрации просто нас всех так послали. Не, мы так просили, нас не посадили. У нас уже улетел. Попывайте за свой счет билеты. Нам вообще плевать. Другу другу в футболе, так авиакомпании идите, авиакомпании готовите к регистрации. Вот такая вот история.